Весна весной, а премьеры на российском рынке выходят по расписанию. Хотя бы у китайских марок. Компания Cherry методично внедряет на российский рынок премиальный бренд XSeed. К представленным ранее моделям TXL и VX теперь прибавился младший кроссовер XSeed LX. Никто в принципе не говорил о китайском премиуме в автопроме. Все говорили о китайских автомобилях, и это всегда было с некоторой усмешкой. Но буквально после старта продаж, после того, как мы представили российской публике наш первый продукт, отношение начало меняться и меняться очень быстро. И на сегодняшний день ни у кого не вызывает ухмылку, сомнения о сочетании китайский автомобильный премиум, потому что люди за это время смогли убедиться и в качестве продукта, в его технической оснащенности. В родном Китае XSeed LX дебютировал еще три года назад и базируется на платформе уже отправленного в отставку первого поколения Cherry Tiggo 7. Поэтому кузов XSeed отчасти узнаваем, а техническая начинка и вовсе идентичная. Это полуторалитровый турбомотор, вариатор с девятью фиксированными квази-передачами и строго передний привод при независимой, однако, задней подвеске. Само собой, возить автомобили к нам будут из Китая, хотя попытки организовать сборку в России продолжаются. Нет, мы не поставили точку, мы продолжаем искать возможности для локализации производства, так что этот вопрос стоит на повестке дня. В базовой комплектации Luxury есть черный кожаный салон, мультимедийный комплекс из двух 12-дюймовых экранов, климат и круиз-контроль, 18-дюймовые колеса. Мы продолжаем с ними работать в той же самой валюте, в которой и работали всегда, это российские рубли, прайс-листы, которые мы им отправляем, это прайс-листы в рублях, поэтому здесь у нас никаких изменений не произошло. Не идет речь и об остановке поставок из Китая. Вы знаете, такое ощущение, что сейчас мир как бы немножко замер в ожидании того, что тогда у нас начнут настраиваться вот эти новые нейронные связи, которые позволят бизнесу в дальнейшем как-то адаптироваться к той ситуации, которая складывается. Мы стараемся максимально быстро пройти этот сложный период для того, чтобы восстановить и поставки, и работу с нашей дилерской сетью. Продажи ЛХ в России уже начались. Стартовую партию машин дилеры получили.